Случайные процессы, лекция, первая часть 11. Давайте поговорим о сумме, как распределена сумма случайного количества слагаемых. Мы с вами видели, что если у нас есть, допустим, две независимые случайные величины, для того, чтобы найти, как распределена их сумма, x1, например, плюс x2, достаточно найти производящие функции каждой из них и перемножить производящие функции. И то же самое верно, если у нас на примере сумма 10 случайных независимых величин. Просто перемножаем. Если случайные функции распределены одинаково, то достаточно взять производящие функции одну из них и возвести в нужную степень. Это хорошо. Но что делать, когда мы не знаем, сколько у нас элементов в сумме, когда количество слагаемых в сумме случайная величина? Например, если мы хотим знать, сколько денег снимут люди, которые подходят к банкомату в течение дня. Каждый человек подходит к банкомату и снимает некую сумму, которая является, допустим, x1. А этот человек подходит к банкомату и снимает случайную сумму, неотрицательную случайную величину, распределенную по закону x1. Первый, второй, третий так далее. Но количество людей, которые подойдут к банкомату в течение дня, нам неизвестно. Это тоже является случайной величина. И мы предположим, что эта случайная величина не зависит от того, какие суммы сняли предыдущие деньги люди. На самом деле, зависит, потому что деньги могут закончиться, но мы предположим, что не зависит. В таком случае мы будем говорить о случайной сумме. Итак, давайте зададим более формально. Предположим, что у нас есть x, i, независимые случайные величины, распределенные одинаково, независимые, целочисленные, неотрицательные случайные величины. Причем производящие функции каждой из них задается как πx от s. Для обозначения. Предположим, что у нас есть еще одна случайная величина, n, которая также является целочисленной, неотрицательной случайной величиной. Кроме этого, n не зависит от x, i. И предположим, что вероятность, что n равняется k равняется α, k. И также предположим, что производящая функция случайной величины n задана как πn в точке s. Теперь давайте посмотрим на случайную сумму. s обозначим его через sn, которая равняется x1 плюс x2 плюс xn. Обратите внимание, последнее слагаемое в этой сумме, мы не знаем точно сколько слагаемых, потому что количество слагаемых в этой сумме равняется n, но n это случайная величина. То есть может быть, что при одной реализации будет 5 слагаемых в сумме, а при другой 10, а в третьей вообще 0. Если n равняется 0, то мы скажем, что s равняется 0. То есть если n равняется 0, то положим s равный 0. Хорошо. Как я уже сказал, например, вот эта вот модель подходит для случая, когда люди приходят в банкомату. n это количество людей, которое подошло к банкомату. x, i это та сумма, которую каждый человек снял от банкомата. А тогда sn это будет сумма, например, сумма денег, снятая в течение дня людьми, которые пользуются банкоматом. Нас будет интересовать вопрос, как распределено sn, как распределена случайная сумма. На прошлой части лекции мы же видели с вами, что когда речь идет о суммах, часто нам на помощь приходят производящие функции. Потому что вместо того, чтобы говорить о конволюции, мы можем говорить о произведении, куда более простой операции. Но здесь же у нас не просто сумма, здесь у нас есть случайная сумма. Мы увидим, что в данном случае нам также поможет аппарат производящих функций. Хорошо. Теперь давайте приступим. Давайте найдем производящую функцию sn. psn, большое в точке n. По определению, это есть бесконечная сумма, допустим, j идет от 0 до бесконечности. Вероятность того, что sn примет значение j умножить на s в степени j. Обратите внимание, мы ничего не написали. Написали определение производящей функции для некой случайной величины. Теперь давайте посмотрим, распишем более подробно, чему равняется вероятность, что сумма n случайных величин равняется j. Смотрите. Сумма n случайных величин равняется j. Можно рассмотреть более подробно это событие. Из каких событий оно состоит? Оно может, например, состоять из события того, что s1 равняется j, при условии, что n равняется единице. Возможно, пришел всего один человек, и он снял j. Но это не все варианты. Возможно, что пришло два человека, то есть n равняется двум, и тогда эти два человека сняли сумму j. Возможно, так же, что пришло три человека, и эти три человека сняли сумму j и так далее. Соответственно, вероятность того события, которое написано тут, можно записать с помощью суммы следующего события. Сумма a идет от 1 до k идет от 1 до бесконечности, вероятность того, что sk равняется j, и одновременно n равняется j. Пришло j человек, и k, и n равняется k. Давайте это и запишем. И тогда мы получаем следующую форму. Это равняется... Внешняя сумма остается, j идет от 0 до бесконечности. Внутренняя сумма k идет от 0 до бесконечности. Вероятность того, что sn равняется j, и одновременно n равняется k умножить на sj. Хорошо, если мы знаем, что n равняется k, то мы можем здесь вместо n написать k. Тогда мы получим, опять же, двойная сумма j k. вероятность того, что n, что sk равняется j, а n равняется k умножить на sj. Теперь смотрите внимательно. Если мы знаем, что пришел ровно k человек, тогда то, что здесь написано, это x1 плюс x2 и так далее до xk. А здесь написано пересечение с событием, что n равняется k. Но нам дано, что n и x независимы. Соответственно, вероятность этого пересечения можно записать как произведение двух вероятностей. Я сразу подправлю здесь формулу. Это равняется вероятность, что xk равняется j умножить на вероятность n равняется k. Хорошо, смотрите внимательно, что написано здесь. Вероятность того, что сумма k случайных величин, xi, равняется j. Эту вероятность просто найти. Надо взять конвалют, производящую функцию одной случайной величины x, возвести ее в k-тую степень и взять ей подходящий элемент. Вот это вот событие мы обозначим с вами для простоты, это число как π. Надо взять производящую функцию степени k и взять ей j-тый элемент. Обозначим это вот так. Тогда мы получаем с вами следующее. У нас есть сумма. j идет от нуля до бесконечности. k идет от нуля до бесконечности. π j-той звездочкой k, всего лишь обозначение. Вероятность того, что n равняется k, мы обозначили как λk, αk. Умножить на αk, умножить на sg. Итак, вот она наша формула, с которой мы сейчас продолжим работать. Но что мы теперь делаем? Применим наш старый трюк, поменяем порядок суммирования. Когда можно менять порядок суммирования? Что такое теорема Фобини? Это мы оставим за кадром. Кому интересно, прочитают в учебнике. Хорошо. Меняем порядок суммирования и получаем следующую вещь. У нас есть сумма от нуля до бесконечности по k. αk выносим. Сумма j тоже будет от нуля до бесконечности. π j, k со звездочкой, умножить на sg. Давайте внимательно посмотрим на внутреннюю сумму. Что здесь написано? Мы уже сказали, что здесь написано. Здесь написано ничто иное, как вероятность, что sk равняется j. Давайте это напишем. Вот это наше обозначение. Вероятность, что sk равняется j. И здесь исправьте не sg, а s в степени j. Посмотрите внимательно на то, что написано здесь. Здесь записано ничто иное, как производящая функция... Сумма kx1 до xk умножить на sk. Здесь написано ничто иное, как производящая функция тучайной величины x в степени k. И мы получаем следующую формулу. Сумма k идет от 0 до бесконечности, альфа k умножить на производящую функцию x1 в точке s в степени k. Ну, мы практически закончили. Смотрите, производящая функция для некой случайной величины есть сумма по всей вероятности, что она примет определенные значения на s в степени j. Что у нас написано здесь? Сумма. У нас есть только альфа в степени k. Это вероятность наша. И вместо s в степени j, s в степени k, неважно, у нас есть производящая функция x1 в степени s. x1 от s в степени k. Соответственно, то, что мы получили, есть не что иное, как производящая функция n. n альфа это n. Но не в точке s, а в точке, производящей функции x1 s. Сейчас я напишу наверху. Итак, мы с вами получили замечательное равенство, в котором продолжим работать на следующей части нашего урока, которое говорит следующую вещь. Производящая функция, производящая функция случайной суммы, найти ее очень просто. Достаточно взять производящую функцию случайной величины n. n это количество слагаемых случайной суммы. Но взять ее не в точке s, а вместо s надо поставить производящую функцию для случайной величины x1. И тогда, таким образом, мы получим производящую функцию от s, n. Что нам это дает? На следующей части нашей лекции мы видим, что это дает нам достаточно много информации. Например, мы сможем с легкостью найти мат ожидания, дисперсию случайной величины s. Например, мы сможем ответить на следующий вопрос. Сколько в среднем люди снимут денег в течение дня? Какова будет дисперсия? Если это чуть позже поработать, можно найти также другие моменты, также вектор распределения вероятности. То есть, в принципе, результат достаточно полезный. Примеры использования этой формулы мы увидим на следующей части нашей лекции. Примеры использования этой формулы